Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Николай Слепцов-Айден и Михаил Эверстов. Сегодня в студию мы пригласили коллектив Института развития, образования и повышения квалификации имени Семёна Николаевича Донского II. Для них октябрь 2024 года стал знаменательным месяцем. В эти дни коллектив отмечает 85-летие со дня основания, и ЕРИУ, и СКРО, и ПКРО, и РОИПК. Сегодня эти аббревиатуры для всего коллектива, конечно же, окрашены особой теплотой и искренностью. У нас в студии Данилова Мария Прокопьевна, завкафедрой естественно-научного образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Андросова Любовь Николаевна, завкафедрой филологического образования. Здравствуйте, Любовь Николаевна. И Байшева Марина Ивановна, завкафедрой физико-математического образования, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую вас у нас в студии. Поздравляю вас со знаменательной датой. И, конечно же, хотелось бы узнать, с какого мероприятия вы дали старт 85-летию вашего института? Нам, конечно, очень приятно, что нашему институту 85 лет. Это очень большая дата. Наши юбилейные мероприятия начались 1 октября. Мы пригласили в этот день наших ветеранов, с которыми проработали и работали в нашем институте. Около 100 ветеранов пришло к нам. Мы встретились, разговаривали, вспоминали страницы прошлых историй. Ну, в общем, прошел очень душевный хороший вечер. Вот мне, например, очень понравилось выступление нашего ветерана, человека с большой буквы учителя, с большой буквы заслуженного учителя нашей Республики Ивановой Варвары Сергеевны. Она вспоминала и отмечала очень хорошие слова. Сказаны были, что вот та история, которая была в ее годы и та история, которая сейчас, это большое продолжение, это большая работа была проделана нашими работниками нашего института. Второй день у нас ознаменовался тем, что мы встретились в театре оперы и балет, в театре Сахотеатре, где прошел торжественный вечер, где собрались, наверное, вся педагогическая общественная нашей Республики. В том числе это, опять же, наши ветераны были нашего института, люди, проработавшие в нашем институте, наши учителя нашей Республики, с которыми мы сотрудничаем, с которыми мы проводим курсы повышения квалификации. В общем, это наша ежедневная работа, наши помощники, учителя, наши коллеги были на этом вечере. Также я хочу отметить, что пришли наши соратники, то есть, как называют это, наши социальные партнеры, в том числе это представители Северо-Восточно-Федерального университета. Кстати, были наши, я не сказала, наши, конечно, члены правительства, без них никак не обойдешься. Был наш министр образования, которые выступали и говорили очень добрые пожелания, слова благодарности о том, что вот мы очень, ну, как бы так хорошо проработали эти 85 лет. Среди вот этих выступлений я хотела бы отметить Михайлову Генесаевну, наверное, все ее знают, министр образования нашей Республики, в одно время была, ну, такие самые, наверное, интересные годы были прошли с Евгеньей Саевной, и потом она была вектором университета, сейчас она президент, тоже были сказаны ее очень хорошие слова, такие вот стимулирующие к дальнейшей нашей работе. Я думаю, что это для меня, например, было очень приятно с ее слов услышать слова о том, что вот она говорила о том, что вот я сама как бы из педагогической среды, мои родители были учителями, и вот мой отец тоже проработал в этом институте очень долгие годы, заслуженный учитель России, Российской Федерации, Прохоров Иван Михайлович. Династия. Да, и мама тоже была учителем истории, вот как раз именно об этом сказал Евгений Саевна, для меня вот ее слова как бы в адрес моей семьи, и в том числе в адрес нашего института затронули меня очень глубоко. Вот, и третий, четвертый день у нас, следующий день у нас прошел вчера, это была встреча с начальником управления образованием нашей республики, в котором говорили о повышении качества образования. На этот вечер даже на этот круглый стол были приглашены также представители федеральных институтов повышения квалификации, и, ну, тоже вот слова благодарны. Самое главное, что мы наметили план работы дальнейшей, а наше дальнейшего сотрудничества, и в соответствии с этим были подписаны соглашения и план дальнейшей работы. Вот, и хочу сказать, что в нашем институте работает на данный момент очень много высоко квалифицированных специалистов, сотрудников, и возглавляет наш институт Павлов Нюргун Михайлович, отрадно сказать, что буквально на днях, то есть недавно он защитил, стал кандидатом педагогических наук в области образования, и думаю, что вот он как бы молодой у нас сотрудник, но что значит молодой, да, ему вот самое время, ему дальнейший вот рост-то, да. И, конечно, долгие годы нашему руководителю была Алексеева Галина Ивановна, сейчас она первый заместитель нашего директора и доктор педагогических наук. Это человек, который сделал для нашего системы образования, наверное, очень много, и мы все её сейчас являемся как бы учениками, она для нас является наставником, но мы всегда прислушаемся к её мнению, и хочу поздравить и наш коллектив, и вообще всех учителей республики с тем, потому что для учителей республики это самый главный институт, через который они повышают свою квалификацию. Поздравить с юбилеем нашего института всех. Марина Ивановна, спасибо. И с наступающим, или с наступившим, наступающим учителем, всемирным днём учителя. Для меня, например, всегда День учителя — это первая суббота октября. Для некоторых это первое воскресенье октября. В общем, Днём учителя. Спасибо, Марина Ивановна, за такие интересные пожелания на будущее. Хотела бы у Марии Прокопьевны узнать, как юбилейную дату встретила ваша кафедра. — Добрый день. Наша кафедра естественно-научного образования, конечно же, была привлечена во все мероприятия юбилейных, юбилея нашего института. Приняли активное участие во всех мероприятиях, которые проводились. Мы пригласили своих ветеранов, которые стояли у истоков развития естественно-научного образования в целом. Мы пригласили своих региональных методистов. Это учителя, наши учителя биологии, химии, географии, которые оказывают нам методическую помощь, тоже работают с учителями. И мы пригласили также социальных своих партнёров. Это подведомственные организации. Это Северо-Восточный федеральный университет. Наши коллеги, которые работают в единых целях, в целях повышения качества естественно-научного образования у нас в республике. Буквально до начала нашей передачи, Мария Прокупина, вы рассказали про очень интересный проект вашего института, который действует с 2020 года. Ты хотела бы поподробнее об этом узнать, о ваших поездках, какую работу вы проводите. Ну, скажу, что наш институт работает в целях повышения качества образования. И правительством нашей республики поддерживается очень много проектов, которые имеют финансирование. И вообще и Министерство образования тоже нацелено на достижение высоких результатов качества образования. С 2020 года у нас работает проект «Учитель Арктики». Этот проект, он направлен на повышение профессиональных компетенций учителей, которые работают в арктической зоне нашего региона, где довольно сложная транспортная сеть. Это первое. Второе, это не во всех населенных пунктах Арктики сейчас работает высокоскоростной интернет. И приходится идти к ним навстречу. Бригада сотрудников нашего института с участием региональных предметных наших методистов. Мы формируем вот такие команды методические и выезжаем сразу к ним в район. Мы проводим там курсы повышения квалификации, мы проводим семинары, мы проводим педагогические чтения. Мы работаем также и с обучающимися, повышая их предметные знания и умения. Я так думаю, что жители арктических районов, им очень же присущ такой гостеприим. Они, наверное, очень рады вас там видеть. Да, наши коллеги из арктических районов очень нас ждут. Они очень открытые ко всем новым изменениям, которые происходят в системе образования. Потому что мы сейчас находимся в условиях внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. Мы перешли в федеральные образовательные программы целью создания единого системы образования в целом. Поэтому сейчас Российская Федерация работает все по единым программам, по единым учебникам, по единым программам, по каждому предмету и воспитанию тоже. А кроме арктических районов вы собираетесь куда-нибудь в другие районы поехать? Мне кажется, там тоже бы вас очень ждали. Управление образования муниципальных районов отправляет нам свои заявки. И мы тоже таким методическим десантом выезжаем в различные районы. В 2021 году был проведен первый образовательный форум Вилюйской группы районов, когда уже пять районов объединились. И была организована такая обширная программа образовательных каких-то мероприятий. Вот примерно такой формат организации методической работы по образовательным округам тоже очень эффективен. Потому что мы не только работаем с учителями одного муниципального района, собираются муниципальные районы всего округа. И что дает, конечно, возможность общения и отмена опытом между учителями разных районов. Это тоже очень хорошо и эффективно. И важно. И очень важно. У меня вопрос теперь к Любовь Николаевне. Как Вы встретили 85-летие Ваши кафедры? С какими успехами, достижениями? Ну, кафедра филологии тоже подключилась ко всем торжественным мероприятиям, которые проводил наш институт. Но главная цель работы нашей кафедры – это совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы. И сегодня, как мы знаем, в связи с реализацией обновленных федеральных государственных стандартов основное внимание, конечно, мы уделяем урокам, проведению уроков русского языка и литературы. Не только проектам. И самое главное – это, конечно же, повышение качества образования. Но в эти торжественные дни мы тоже пригласили своих ветеранов, людей, талантливых, людей, которые отдали свою жизнь, можно сказать, любви, именно любовь к могучему великому русскому языку. Наши лингвисты, наши методисты. И сегодня кафедра продолжает традиции инновации с точки зрения реализации образовательных программ, курсов повышения квалификации. Основное внимание мы уделяем государственной итоговой аттестации. То есть это сдача выпускниками основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по русскому языку и литературе. И, конечно же, реализация всех этих проектов. Школа Арктики. Еще у нас есть проект, дальневосточный проект по повышению качества образования. И не только филологи участвуем в реализации этих проектов, но и все предметные кафедры, и естественное научное образование, и физико-математическое образование. В общем, целой командой работаем. Все вместе. У меня в плане каком образовании вообще в этой системе очень постоянно, что ни день даже я скажу, изменения, изменения, изменения. Вы представляете, сколько школ по республике Саха-Якутия, сколько учащихся, да? И вы все это держите под своим таким контролем и постоянно проводите вот такие вот повышения квалификации, потому что нововведения. Сейчас вот, допустим, разговор о важном, да, будет внедряться в... Что еще вот нового нам ждать, допустим, в ближайшие там, до Нового года? У нас с прошлого года работает такой проект, учебный центр. Это было создано по как бы по инициативе главы нашей республики и при поддержке Министерства образования. Учебный центр охватывает несколько предметов. В основном он связан с технологическим суверенитетом. То есть охватывает такие предметы, как раз мы тут сидим, это математика, физика, химия, биология и русский язык, в котором мы работаем с детьми со всей республики. В этом году мы сделали немножко такое как бы нововведение, это как бы изменение. Мы будем заниматься, называется учебный центр, с применением дистанционных технологий. Руководитель медцентра, как раз Мария Парокопьевна является руководителем. Но я со стороны математиков хочу добавить. Значит, у нас есть такой проект учебного центра, есть название «Продвижение плюс». На самом деле этот проект начинался с математиков. У нас у математиков есть проект «Продвижение плюс», в котором мы соединили очень многих учителей нашей республики и идем как бы в направлении, это и новые стандарты, и подготовка к экзаменам, итоговая тестация. И у нас есть еще направление новое, это олимпиады. И вот в этот учебный центр в этом году есть такое как бы новое изменение, ну как бы направление. Мы берем туда детей, в основном это школы, которые нуждаются в нашей работе, это дети, и в том числе это дети как СВО, как специальные военные операции, это ученики, дети этих ребят. Поэтому, конечно, вот и так же и арктические районы. Вот мы как раз с Любовью Николаевной ездили в Арктику, куда, в Нижнеколымский район, да? Да, поселок Чешский. Да, и вот наша вообще, в работе учителя очень важна работа, быть таким как бы энтузиастом, инициатором, да? И вот мы с Любовью Николаевной сами приехали, увидели в аэропорту, когда жители района встречали своего, ну, человека, который вернулся в СВО, так, в торжественной обстановке, и у нас в душе появилось такое желание позаниматься с детьми, мы как бы такую инициативу сделали, позаниматься с детьми. И мы так удивились этому, что учителя, конечно, были рады этому, как радовались дети. Это были пятый, шестой, седьмой, это была группа. Вообще, вот, в последнее время у меня у самой такое вот патриотическое отношение вот к своей работе, и вот в том числе, вот, мы надеемся, что в учебном центре мы на это обратим особое внимание именно на этих детей, да? Потому что их родители, вот, отцы находятся в другом месте, и, конечно, переживаем за такое вот. И у нас, как бы, такая вот такая инициатива, и думаю, что это очень хорошо. Вот все же так, Марина Ивановна, обувь Николаевна Мария Прокопьевна, у вас буквально сейчас есть все инструменты, все возможности начать вот такую работу между собой, да, уже договориться. И не только, наверное, арктические районы, скорее всего, да, центральные города тоже очень вас ждут. Мне кажется, и заречная группа районов важна. У нас практически в каждом районе есть, вот, как сказала, да, Мария Николаевна, у нас есть свои, Мария Прокопьевна, у нас есть свои руководители методических объединений, да? Вот, например, город Нерингре, это же очень большой город, мирный. Вот, например, у математика у нас есть человек, который отвечает за всех математиков в Нерингре, и мы с ней вместе сотрудничаем. Это Шейдарина Иса Владимировна. Вот в каждый район, если называть, у нас там каждый свои, как быть, люди, с которыми мы напрямую работаем, которые вот участвуют в нашей курсе повышения квалификации в том числе. Да. А я вот про этот момент, кстати, по вашему институту вообще не знала, что у вас еще на местах так точечно есть. Да, точечно. По русскому языку, например, Ашахмина Светлана Валентиновна с нами сотрудничает, это город Мирный, Нерингре город, вот, значит, Савинова Диана Борисовна, вот таким образом. Тогда на местах они тоже 85-летие вашего института. Это как мы имеем своих агентов по каждым муниципальным районам. И вот такому вот по каскадному механизму мы доводим все материалы, все информации до каждого учителя нашей необъятной республики. От всей души вот хочу поздравить нас. К сожалению, время подходит к концу первого блока. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я так рада с вами познакомиться. Взаимно. С юбилеем вас, 85-летием вашего института, успехов, всего-всего самого наилучшего вам, вашим близким и, конечно же, детям. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу. И во втором блоке у меня гости Слепцова-Саргалана Давыдовна, старший преподаватель кафедры управления. Лебедева Надежда Николаевна, завкафедрой дошкольного образования. Здравствуйте. И Яковлева Лизавета Николаевна, завкафедрой оценки педагогического мастерства. Еще раз вас поздравляю с юбилеем. В первом блоке побывали ваши коллеги, и рассказали столько интересного про вашу работу, как проходят ваши мероприятия. Но у меня вопрос сразу же к дошкольникам. Расскажите, пожалуйста, как вы, ваша кафедра встречает 85-летие? Потому что практически на вас, наверное, вся система образования держится с дошколятами. Да, у нас многочисленная армия. Слыша 7 тысяч педагогов работают именно в системе дошкольного образования. 7 тысяч? Да, да. И я хотела бы, конечно же, коснуться истории, потому что именно на традициях, именно на тех людях, которые начинали это движение, да, работу методических кабинетов в нашей республике, об этом надо обязательно вспомнить. В далёком 1938 году при Министерстве просвещения открывается кабинет дошкольного воспитания. И руководит им Корнилова Любовь Фёдоровна, заведующая кабинетов, которая является первой выпускницей Ленинградского государственного педагогического института. Сейчас уже университет. Кстати, она была первым дипломированным специалистом, дошкольником с высшим образованием. Из Якутии. Из Якутии. С ней вместе работали Корнилова Елизавета Георгиевна, Захарова Мария Петровна и Мреева Матрёна Ивановна. В 1963 году по 1969 году кабинетом заведовала Октябрина Прокопьевна Трофимова. И вместе с ней также работала Окорокова Шестакова Мария Алексеевна, Егорова Апреля Афанасьевна. И вот на их период тоже очень много работы выпало именно в том плане, что они создавали курсы, начинали именно курсы для педагогов, дошкольников. Именно для сельских детских садов. Эти курсы были трёхмесячные. И программу, которую разрабатывали ещё при Корниловой Любовь Фёдоровне, методический кабинет, далее они продолжили и уже внедряли в детские сады. Поэтому вот остро стояло вопрос о подготовке кадров. В 1969 и в 1993 году руководила Скрябина Римма Егоровна. Вот свыше 20 лет. Смотрите, очень большой срок. И там работала целая когорта методистов, которым, конечно, хочется слова признательности сказать. Это Лепчикова Любовь Павловна, Ефимова Диана Гаврилевна. Вот она, кстати, у нас тоже посетила наши юбилейные мероприятия. Мы приглашаем ветеранов. К сожалению, многих уже нет с нами, но их надо обязательно помнить. Оржакова Варвара Константиновна и Фёдорова Галина Прокопьевна. 1993-2003 год, это, считайте, 10 лет тоже. Кафедрой руководила, она у вас, кстати, была тоже на передаче, заместитель директора нашего института, Ольга Иннокентьевна Михайлёва, кандидат педагогических наук. Вместе с нею работала Николаева Алевтина Васильевна, и она же уже с 2004 года руководила кафедрой по 2009 год. И с 2009 года, ну, я стала уже заведующей кафедрой, да, с 2009 года, и со мной очень долгие годы работала Труева Лугинова Льна Дмитриевна, вот, тоже. И много очень проектов мы реализовывали. И данный этап, вот, хочется тоже особо сказать, у нас сейчас работает трое, потому что к современности мы пришли, да, на кафедре. Со мной вместе работает первый победитель профессионального конкурса «Воспитатель года Республики Сахар». Якутия, лауреат первого конкурса в Москве «Воспитатель года», то есть российского «Воспитатель года России», которая вошла в десятку лучших воспитателей России. Вот, она работает у нас на кафедре сейчас. То есть вот мы свои же воспитатели профессионально повышаем, да. И Калмогорова, да, Татьяна Вячеславовна, которая у нас, ну, проводит, по совместительству, правда, работает, но она у нас очень хорошо работает по мониторингу, оценке качества дошкольного образования. Вместе с муниципалитетами вот эта работа у нас ведется уже вот где-то на протяжении пяти лет. Вот. Ну, у вас работы, так скажем, да, говорят же в народе «Непочатый край» это вот более семи тысяч, вы сказали, у вас. Да, да. Целая команда такая, там уже войско. Ну, могу сказать про основные направления. Это у нас курсы повышения квалификации, это наша основная деятельность, да. И сейчас тематика постоянно меняется, но в основном сейчас у нас идет внедрение федеральной образовательной программы дошкольного образования, и поэтому, ну, почти более трех тысяч педагогов уже обучились у нас по данному направлению. И многие образовательные программы, они, конечно, вот у нас перестраивались в соответствии с этим и с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Ну, помимо этого у нас семинары, вебинары, как всегда, научно-практические конференции, форумы с привлечением, конечно же, специалистов из России и даже из-за рубежа. Ну, вот международные тоже мы устраиваем. У меня вопрос к Сарглане Давыдовне. Как ваша кафедра встретила 85-летие, с какими успехами, достижениями? Спасибо за вопрос. И, конечно же, я в первую очередь хотела бы поздравить всех педагогов с наступающим праздником. Если касаться истории, конечно же, история кафедры управления, она более молодая, наверное, потому что сперва были сформированы предметные кафедры, как наши коллеги были до нас и до дошкольного образования. У нас история берет 73-го года, да. И, конечно же, она связана с такими именами, как Варвара Сергеевна Иванова Зверева, да, когда была сформирована эта система подготовки руководящих кадров. Это был сперва кабинет, и сейчас заведует кафедра Ершова Нина Васильевна, кандидат педагогических наук. Это одна из первых, наверное, скажем так, ласточек, когда были наши кандидаты педагогических наук, подготовлены по программе 100 аспирантов, да, когда это была работа как раз-таки, ну, с подачи Михаила Ефимовича Николаева, да. И, конечно же, мы сейчас занимаемся подготовкой руководящих кадров, это с конца 90-х годов, это было требование, да, чтобы все руководители проходили курсы повышения квалификации, переподготовки, да, по программе менеджер в образовании. Вот поэтому, конечно же, работа очень много, и эти компетенции, которые получает именно в стенах Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II, они всегда помогают нашим руководителям, и мы наблюдаем за их прогрессом, да, как они, сперва, будучи в резерве, потом становятся руководителями образовательных организаций, потом становятся начальниками управления, и, конечно же, очень радостно, что наша кафедра вносит свою лепту в развитие образования, системы образования Республики Саха-Якутия, конечно же, и хотелось бы всех-всех-всех руководителей поздравить тоже с наступающим нашим праздником, хотя многие отмечают то, что сейчас работа руководителя, это больше, наверное, административно-хозяйственное, но тем не менее, я думаю, что содержание образования в школах как раз-таки это основная задача, основная цель любого руководителя, и на наших курсах переподготовки, на наших курсах повышения квалификации, конечно, мы хотим это доносить до руководителей, что не только, скажем так, административно-хозяйственная часть, хотя вот она, конечно же, большую часть занимает эта работа, но тем не менее, что вот именно содержание образования все равно держат руководители образовательных организаций, и это я хотела бы подчеркнуть. Ну вот для меня, честно, тоже думала, что только у них административно-хозяйственная часть, а понимаю, что там у замы есть, да, там первый зам. Да, они все равно, руководители должны держать эту линию, они должны ставить четко перед коллективом цель, да, какую они должны достигнуть. Конечно же, любая система образования стремится к тому, чтобы дети наши получали качественное образование, да, это не только учитель, конечно же, стратегическая цель, которую ставят перед своими подчиненными, можно сказать, да, перед своими коллегами, учителями. В первую очередь, это все, конечно же, качество образования зависит от руководителя. Как он эту систему выстроит, да, как он будет коммуницировать со своими коллегами, да, потому что, конечно же, система образования, она со своими нюансами, да, скажем так, это женские коллективы, да, и так далее, и тому подобное, да. И вот мы тоже с радостью отмечаем, что в последнее время все-таки обновляется вот эшелон руководителей образовательных организаций, становится больше мужчин, да, и в дошкольном образовании. Да, у нас тоже, у нас форум педагогов и мужчин есть. Да, вот хотелось бы отметить, что воспитателей очень много, да, мужчин появилось, да, а в России же так даже нету, да, Надежда Калайна? Да, это у нас уникальный опыт нашей республики. Вот именно на нашей кафедре в 2010 году проводился первый форум педагогов-мужчин, работающих в дошкольном организации. Их было уже свыше ста. По-якузии свыше ста? Да, да. Ну вот теперь бы не только я, но и многие наши телезрители, радиослушатели будут знать, что это не только административно-хозяйственная часть. У меня вопрос к Елизавете Николаевне. Спасибо. Поздравляю вас с 85-летием. Ой, тронут. Спасибо. Конечно же у вас, как, с какими успехами, достижениями встречаете такую большую дату, юбилейную? Ну, раз затронули какие-то статистические цифры, давайте вот, давайте немножечко по общему образованию, если посмотреть, да, это более 30 тысяч педагогических работников по всей республике Саха-Якутия. И все педагогические работники проходят аттестацию, ну, оценку вот такого рода, да. Своей работы, да. И вот их профессиональный уровень, уровень их квалификации ведется тоже нашим институтом, как эксперты, ну, аттестационной комиссии по всей республике, да. И эта деятельность, конечно, должна быть организована, организована межкафедеральным взаимодействием, это одно, да. А второе, это взаимодействие с муниципальными органами управления образованием, потому что наши педагогические работники работают в садиках, в школах, в учреждениях, дополнительном образовании детей, их очень много, да. Если уж говорить о школах, да, это около 18, ну, больше 18 тысяч одних учителей. И если уж говорить конкретно по году, это более, ну, где-то средним, да, более 4 тысяч или 4 с половиной тысячи педагогических работников проходят ежегодно аттестацию. И все эти материалы проходят через институт развития образования и повышения квалификаций. Это, во-первых, колоссальные цифры сейчас я вообще слышу. И все-таки, вот, если коснуться также истории, да, вот, как структурное подразделение института, которое отдельно только занимается, ну, сопровождением аттестационных процедур, он у нас появился где-то в середине 2000-х годов. И вот последующие годы, да, последующие годы кафедра, она, конечно, переименовывалась в соответствии с той политикой, которая ведется на всей Российской Федерации, да, по всей Российской Федерации. Поэтому не только вот аттестация, не только оценка уровня их квалификации, но также повышение квалификации через разные форматы. Вот Надежда Николаевна также, вот, Сергей Лавровна Давыдовна сказала, разные формы повышения квалификации. Это не только вот лекции, да, курсовые занятия, семинары и так далее, но это конкурсы профессионального мастерства. Одних конкурсов, вот таких престижных конкурсов профессионального мастерства с федеральным этапом у нас много, 15 таких больших конкурсов, и все они проходят, ну, некоторые вот воспитатели года, учитель года, директор года, все с муниципального этапа. Вот такой фильтр у нас ведется муниципальными методическими службами. И вот, пользуясь случаем, конечно, я бы хотела поздравить наших, также, наших партнеров, муниципальных специалистов, наших методистов, которые работают, ну, решают задачи повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне. Спасибо им и большой-большой привет и поздравления с Днём Учителя. На нём будут очень рады, мне кажется, смотреть. Конечно, это соединяется. Да, и обязательно мы потом и ссылку вам отправим, чтобы вы отправили им, посмотрели. Воспитатель года, вот яркий пример того, что, да, действительно этот конкурс, у нас победитель есть российского конкурса. Который работает уже в институте. Это лауреат, а у нас есть вообще победитель. Афонский Аркадий Дмитриевич с Мегина-Кангаласского улуса, совсем с деревушки Тамтор, и он победил на России. Это в каком году? Стал победителем в 2012 году. И целых два лауреата, не только Мария. У нас ещё есть Павлова Анна с Хангаласского улуса в Санкт-Петербурге. Она тоже вошла в десятку лучших воспитателей России. И, кстати, вот недавно Сизых Рустам, вот с Ольгой Иннокентивной они ездили в Казань, он тоже вошёл в 15 лучших, стал лауреатом Всероссийского конкурса родных языков. А он откуда? Бедагог из АМГИ, из детского сада. Как в детском саде, да, в этом году. Так что это большой подарок республике. И институту, конечно, с юбилеем. Ну, такие цифры я вот сейчас услышала во время эфира, там, 30 тысяч, 18 тысяч. И, конечно, вот, если говорить, продолжая тему конкурса профессионального мастерства, институт начинал вот это движение прямо со времён Советского Союза. Например, учитель года республики Саха-Якутия, как начали проводить-то. Ну, вот как начали в Советском Союзе впервые проводить конкурс, учитель года. И вот у нас тоже в республике Саха-Якутия такой же конкурс проводился. И с того момента, вот уже который год, 30-й год получается, да, республика Саха-Якутия проводит и выявляет таких талантливых учителей. Вот только вперёд вашему институту. Я желаю ещё 100 лет успехов, развития и всего самого наилучшего. С юбилеем вас. И до встречи, наши телезрители и радиослушатели. До следующей встречи с вами тоже. Спасибо большое. Мы с вами прощаемся. Спасибо. Спасибо.